Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов посетил Нурсултан Азарбаев. Первому президенту предоставили информацию по основным направлениям работы центра. Также был презентован прототип цифровой площадки. Она объединяет информацию о потенциале ветровых, солнечных, гидро- и теотермальных ресурсов, расположении полигонов ТБО и биомассы. Нурсултан Азарбаев подчеркнул необходимость обеспечения экологической безопасности и развития возобновляемых источников энергии. Акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки твердых бытовых отходов и привлечения инвесторов в эту отрасль. Первый президент также ознакомился с рядом проектов и перспективными разработками казахстанских вузов в сфере возобновляемых источников энергии. Я напомню, что Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов появился в апреле прошлого года на базе выставки «Астана-Экспо-2017». Нурсултан Азарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане. Первый президент поздравил Уильяма Мозера с началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал успехов на ответственном посту. Нурсултан Азарбаев отметил, что между Казахстаном и США выстроены отношения на основе взаимопонимания и дружбы. Работают 420 совместных предприятий. В свою очередь Уильям Мозер поделился своими воспоминаниями о его первом визите в Казахстан. Посол Америки отметил, достигнутые за относительно короткий период впечатляющие результаты в строительстве и позиционировании столицы страны. Кроме того, он передал Нурсултану Азарбаеву письмо Дональда Трампа, в котором президент США выражает поддержку принятому Ельбасы решению о сложении полномочий и мирной передаче управления страной новому поколению политиков. Дональд Трамп отправил письмо первому президенту Казахстана Нурсултану Азарбаеву. В нем глава США отметил, что приветствует решение следовать конституционным процедурам транзита. Фотографию письма опубликовал в Твиттере пресс-секретарь первого президента Айдосу Кибай. В тексте также говорится, что визит Нурсултана Назарбаева в Белый дом в 2018 году стал важным шагом в углублении сотрудничества между США и Казахстаном. Мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях. И я рад, что американский бизнес продолжает находить все более широкие области для экономического сотрудничества с Казахстаном. Казахстан добился успеха во всем мире под вашим руководством. Я высоко ценю вашу поддержку и работу с вами в качестве президента. И теперь я с нетерпением жду подобных тесных отношений с президентом Токаевым. Желаю вам всяческих успехов в ваших будущих начинаниях. Сегодня президент страны Хасымжамар Токаев с рабочим визитом посетит Западно-Казахстанскую область. Запланирована встреча главы государства с активом региона и посещение социальных объектов. На месте сейчас работает наш корреспондент Лаура Байбачанова. Здравствуйте, коллега. Что еще известно о визите президента? Добрый день, Лаура. Ожидается, что президент Хасымжамар Токаев прибудет в Западно-Казахстанскую область к половине четвертого дня по местному времени. Сейчас в Уральске три часа дня в рабочем графике главы государства встреча с активом региона. Она запланирована здесь, во дворце школьников и молодежи Уральска. Далее планируется посещение нескольких социальных объектов, в числе которых современный медицинский центр. Также главе государства будет презентован проект по цифровизации региона. Сегодня почти 70% госуслуг население получает в электронном формате. Я предлагаю послушать первого заместителя Акима области Галей Яскалиева. Он расскажет подробнее. Около 140 проектов сейчас реализуются в нашей области. Интернет-высокоскоростной связью охвачено 7 районов, в которых проживает более 90% населения. В остальные 5 районов высокоскоростная связь будет подведена до конца следующего года. Раньше, если это от 3 до 6 месяцев занимал процесс, сейчас буквально за 3-5 дней можно получить необходимый документ. Сократилось почти в 20 раз количество не вовремя оказанных услуг. Это новый диалог с населением. Не надо приходить в госорганы, не надо стоять в очереди. Можно все посредством социальных мессенджеров обращаться к нам. Планируется, что сегодня главе государства презентуют работу IT-центра в одном из колледжей Уральска, где обучают робототехники, графическому дизайну, программированию. Проект был инициирован партией Нуратан в рамках программы 1000 IT-классов. Это у меня все. Слово передаю вам, Лаура. Да, спасибо, коллега. Я напомню, наша съемочная группа сейчас работает в Западно-Казахстанской области и готовится освещать визит президента Казахстана Касамжамарта Тукаева. Центр избиркома кредитовал еще 22 долгосрочных наблюдателя от международной организации на внеочередные выборы президента. Это было сделано по представлению Министерства иностранных дел. Все наблюдатели из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Таким образом, на сегодняшний день уже аккредитовано 67 наблюдателей. Это представители миссии СНГ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Организации исламского сотрудничества и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Регистрация наблюдателей продолжится до вечера 3 июня. Сегодня мы на заседании рассмотрели также представление, которое поступило об аккредитации 22 наблюдателей в ДИПЧ ОБСЕ. Вы были свидетелями, члены Центральной избирательной комиссии это представление Министерства иностранных дел поддержало. Таким образом, на сегодняшний день у нас прошли аккредитацию 67 международных наблюдателей. Около 4 тысяч членов избирательных комиссий Североказахстанской области в преддверии президентских выборов пройдут обучение. Подготовкой кадров занимается Академия госуправления. В течение недели трое квалифицированных специалистов будут делиться опытом и знаниями со слушателями. Сегодня в этом регионе насчитываются 407 тысяч избирателей и 663 участка. Четыре из них дополнительно были открыты в Петропавловске. На днях в область прибудут 27 международных общественных наблюдателей и полторы тысячи доверенных лиц-кандидатов. До 20-го числа мы планируем охватить учебу все членов участковых избирательных участков. Мы запланировали после завтрашнего дня выезды в районы. В плане знания законодательства Республики Казахстан на выборах все прошли тестирование. Ну а в городе Нур-Султане в течение трех лет возведут новый православный храм. Торжественная церемония закладки первого камня прошла на месте его строительства. На мероприятие прибыли высокие гости из разных государств. Все подробности у моего коллеги Асхата Ниязова. Всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Экзарх патриарха в Европе, митрополит Кемеровский, глава Волгоградской митрополии, владыка Нарвский из Эстонии, преосвященный Никодим из Молдовы и епископ из Украины. Внушительная делегация приехала на закладку уже четвертого храма в Нур-Султане. Он будет возведен в честь новомучеников и исповеданников земли казахстанской. Помимо служителей церкви здесь и довольно представительный политический десант. Послы России, Белоруссии, Сербии и Греции. Казахстан всегда отличал религиозное и культурное многообразие. В единстве и согласии на нашей земле живут и трудятся представители разных этносов. И все они могут свободно отправлять свои религиозные обряды, возводить культовые сооружения. Ну а после освящения закладки храма очередь из православных выстроилась к Великой Святыне, Федоровской иконе Божьей Матери. Покровительницу детей и семейного благополучия еще можно будет увидеть сегодня в Успенском кафедральном соборе. 14 мая она будет в Караганде, а 17-го на 6 дней в Алматы. Как говорит наш великий президент Нур-Султан Абишевич, над просторами Великой Степи парит духовная птица. Одно крыло – мирный исторический ислам, а другое крыло – христианство, православие. И пусть процветает наша благословенная земля. Пусть Господь миром и щедротами благословит труд и жизнь всех, кто веками вместе здесь трудится, как единый народ на родной земле, которую все мы любим. Проект церкви пока утверждается. Ее строительство планируют завершить в течение трех лет, а находиться храм будет на левобережье в микрорайоне Жагалау. Асхат Няза Гульнара Хасан и Нургалима Мурбаев, Хабар, 24. Священный для всех мусульман месяц Рамадан считается порой добрых дел. Ежедневно в мечетях Акмолинской области накрывают столы на Аузашар для более чем полутора тысяч человек. В областной мечети Науан Хазрет каждый день бесплатно кормят почти 400 верующих, а в каждой мечети населенных пунктов, расположенных недалеко от столицы, накрывают столы на 100-150 человек. В таких благотворительных акциях активное участие принимают бизнесмены. По словам местных имамов, число постящихся с каждым годом растет, особенно среди молодых людей. Во многих мечетях у нас, в наших мечетях есть столовые. Стабильно каждый день проводится в этих столовых Аузашар, а в которых нет, там возле мечети, на территории мечети выставлены палатки, юрты, и в этих юртах, палатках тоже проводятся Аузашары. 20 миллионов тенге перечислил на счета многодетных актюбинский предприниматель. Возможность осуществить мечту о собственной крыше над головой получили 15 семей из числа особо нуждающихся. Отбирала претендентов специальная комиссия при городском Акимате. Учитывались число несовершеннолетних детей, инвалидов в доме, сумма ежемесячного дохода и другие факторы. В настоящее время проводится процедура оформления бумаг на недвижимость. Мы воуче с каждым из многодетных матерей разговаривали в связи с тем, чтобы определиться, что действительно они нуждаются в этом жилье. И один предприниматель перечислил фонд Кулкана 20 миллионов, для того, чтобы дать первоначальный взнос этим людям. Пока отобраны 15 семей. Поэтому это строгий учет, строгая документация, лучшательно, прозрачно. Ну а новый формат адресной помощи семьям с доходом ниже прожиточного минимума заменил сразу три вида социальных выплат. Реформа профильного министерства поможет с трудоустройством членов таких семей и будет направлена на дальнейшее повышение их доходов. В сельских районах Западного Казахстана большинство получателей АСП покупают скот и заводят собственное подворье. Путагост Гумарова – мама троих детей. В прошлом году семья, как малообеспеченная, получила адресную помощь в размере 280 тысяч тенге. За первый квартал года нынешнего Гумаровым выплатили еще 216 тысяч. Это одна из мер содействия повышению доходов семьи. Я домохозяйка, воспитываю детей. Муж работает электриком. На полученные деньги мы приобрели коров, ждем приплода. Будет свое молоко, масло. Еще одна жительница райцентра, Асель Елемесова, занялась выращиванием коз. В прошедшем году в виде адресной помощи ее семье выплатили около 300 тысяч тенге. Купленные на эти деньги коровы и козы уже принесли приплод. Забота в хозяйстве прибавилась, радуется Асель. В этом году уже мы получили 255 тысяч тенге. Часть средств я потратила на приобретение 10 коз. На следующие выплаты я планирую отремонтировать хозяйственные постройки и запастись кормами для скота на зиму. Органы занятости составляют с ними социальный контракт. Трудоспособные члены этой семьи будут привлекаться к активным мерам занятости. То есть они будут либо приобретать новую специальность, профессию, чтобы в дальнейшем он мог работать и зарабатывать, и содержать свою семью. И в то же время социальную помощь, которую он будет получать, он будет, как я уже сказал, приобретать скотину, либо открывать свое дело. Адресная социальная помощь в новом формате в Каратубинском районе назначена 130 семьи. По региону с начала года подобная финансовая помощь уже выплачена 6,5 тысячам семей. На эти цели из республиканского и местного бюджета было направлено около 4 миллиардов тенге. В итоге с Базарбаева была Чарлгасов, Анат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. Для школьников Нур-Султана организовали экскурсию по сакральным местам Туркестанской области. Краеведческий тур и проживание оплатил местный предприниматель. Всего в Туркестан приехали 13 детей. Это лучшие ученики одного из столичных лицеев. Для них это первый визит в Туркестанскую область. За два дня они посетили мавзолей Хужа Ахмета Ясауи, музей Хажимухана Маипасова, городище Отрар и другие известные достопримечательности региона. По приезду домой им предстоит написать сочинение о познавательном туре. Раньше я видел мавзолей Ясауи только на картинках. Он оказался гораздо больше, чем я представлял. До приезда в Туркестанскую область я не знал, что тут так много памятников истории и культуры. Но сегодня мы посетили десятки музеев и мавзолеев, благодаря чему мои познания в истории стали шире. Экспортировать малину и смородину через три года планируют садоводы Алматинской области. Сад на территории в 500 гектаров разбили в Раимбекском районе. Сейчас здесь полным ходом идет посадка саженцев. Они выведены в Европе и уже адаптированы к местному климату. По словам специалистов, средняя урожайность составит 12-17 тонн с гектара, а в уходе за садовыми культурами будут применять интенсивные технологии. Первый сбор ягод планируется уже на следующий год. Предприятие обеспечило работой 50 жителей аула Кахпак. Перспективный рынок не очень особо освоен. Большие перспективы есть на него. Планируем сейчас переработку поставить полностью. И как объемы пойдут, и на экспорт будем выходить уже. Ближайшую СНГ, Китайскую Наренную Республику. В столице Казахстана необходимо развивать спортивно-дворовые клубы. По данным экспертов, в городе самый низкий процент повлеченности детей в массовый спорт. Всего 5,5% посещают спортивные секции. А в Республике этот показатель превышает в два раза. Такую идею предложили разработчики стратегии развития города Нур-Султана до 2050 года. Предлагается также построить быстровозводимые универсальные хоккейные корты, где будут одновременно размещаться и мини-футбольные поля. Наряду с этим инициаторы хотят возродить производственную гимнастику в трудовых коллективах. Мы на 100% думаем, что если это мы внедрим повсеместно по всему Казахстану, это даст очень большой эффект. Ученые считали, что почти до 10% возрастает работоспособность трудящихся и резкое снижение заболеваний. Почему? Потому что они постоянно занимаются оздоровлением. На Астанинском экономическом форуме состоится более подробное обсуждение, на котором мы постараемся представить комплексный взгляд на то, как жители города Нур-Султана ощущают качество жизни, каковы наиболее паритетные сферы для развития. Обсудить это с международными экспертом. В Киеве по-особенному отметили Международный день матери. Гости и жители столицы приняли участие в масштабном мероприятии «Спорт и семья», в ходе которого прошли игры, лекции от мастеров спорта и даже беговой марафон для самых маленьких гостей. Все подробности в нашем завершающем материале. Романа Виктория Лаевич – спортивные родители. Любовь к спорту они прививают и детям. Поэтому привели двухлетнюю Элизу и четырехлетнего Давида принять участие в забеге для самых маленьких. Так семья решила отметить Международный день матери. Мы стараемся быть спортивной семьей. Давид ходит у нас на футбол, катается на роликах. Мы часто посещаем бассейн. Сегодня Давид первый раз будет бежать в марафон на дистанции 50 метров. Спорт, в свою очередь, дисциплинирует детей и родителей тоже. Совместные занятия спортом детей и родителей объединяют, укрепляют семью. Родители на собственном примере показывают своим деткам, как надо делать в будущем. Кроме марафона и спортивно-развлекательных игр для участников организовали лекции о пользе спорта и культуре ЗОЖ. Самыми ценными знаниями поделились мастера спорта с многолетним стажем. Тренер по легкой атлетике Наталья Лебедева уверена, в доме, где есть спорт, лекарствам места нет. Такие мероприятия очень эффективны, потому что для того, чтобы детей привезти в секцию, нужно еще рассказать родителям, потому что дети должны брать пример со своих родителей. Если родители понимают, в семье понимают, что такое спорт, то и ребенок будет посещать секцию и тем самым укреплять и свое здоровье, и красоту, и все остальное. Цель нашего благотворительного пробега – это собрать деньги для детского кардиоцентра и кардиохирургии. Собственно, благодаря тем деньгам, которые мы собираем, мы покупаем оборудование, и благодаря этому возможно спасать жизни детей. Каждый год, конечно же, растет количество людей. Марафон «Спорт и семья» стал своего рода тренировочным забегом перед масштабным благотворительным пробегом под каштанами, который пройдет 26 мая в Киеве. Участие в этом традиционном марафоне примут представители казахской диаспоры и дип-миссии в Украине. Всего зарегистрировано уже больше 16 тысяч человек. Айдана Кребжанова, Аида Хадырбай, Сергей Качанов, Хабар-24, Украина. На этом у нас пока все. В 18.00 выйдут новости с урдопереводом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова